Работать пророссийским чиновником на оккупированной территории было небезопасно все эти 8 лет. Одним из первых громких покушений стала попытка убийства так называемого народного губернатора ЛНР Валерия Болотова в мае 2014 года. Нападение на Болотова совпало с эфирендумами о независимости Луганской и Донецкой областей Украины. С тех пор число таких покушений росло. 23 мая 2015 года машина командира бригады «Призрак» Алексея Мозгового подорвалась на самодельном взрывном устройстве, а затем ее расстреляли. Вооруженный обстрел был совершен примерно в 17 часов 50 минут. В 2016 году в лифте жилого дома взорвался еще один лидер так называемого ополчения Арсен Павлов, известный под позывным «Моторолла». В 2017 году в своей машине в центре Донецка взорвался руководитель Министерства доходов ДНР Александр Тимофеев. А в 2018 от взрыва погиб глава ДНР Александр Захарченко. В этих и других случаях власти самопровозглашенных республик обвиняли Украину. Владимир Шемчуков лично проводил диверсионные операции во время конфликта 2014 года и носит звание Героя Украины. А сегодня занят подготовкой добровольцев к ведению партизанской войны. Украинские спецслужбы не хотят признавать это. Но вы знаете, что тогда до 22 года, до 24 февраля 22 года, ни Европа, ни полностью Америки не хотели признавать, что это война. Но фактически, да, часть и руководителей оккупационной администрации, и граждан России, которые находились на территории Луганска и Донецка, фактически были уничтожены украинскими нашими спецслужбами. После 24 февраля движение сопротивления стало гораздо более организованным. Теперь его координируют украинские спецслужбы и ВСУ. Ну, к войне полномасштабного 2022 года украинские вооруженные силы подготовились немножко лучше, чем в 2014 году. И то, что мы видим сейчас на оккупированных территориях, это уже организованное сопротивление, подготовленное вооруженными силами Украины. Партизанами РНБО поручило заниматься четырем основным структурам. Это СБУ, это военная разведка, это силы специальных операций и территориальная оборона. В 2022 году, почти с самого начала боевых действий, стали происходить убийства чиновников, которые пошли на сотрудничество с Россией. Так, например, 2 марта был похищен и убит мэр города Кременная Владимир Струк. Это ответственность того, что люди становятся на сторону оккупанта, на сторону военных преступников, на сторону тех людей, которые убивают наших граждан. Это есть не что иное, как ответственность. И повод подумать всем тем, кому это начинает приходить в голову. Однако, по-настоящему, партизанское движение стало набирать обороты только в последнее время. Вся партизанская война 2022 года, она как бы разделилась на сегодняшний день на две волны. Первая волна была, начиная с февраля, с марта месяца. Это действовали подготовленные, заранее подготовленные агенты, ячейки, территориальной обороны, СБУ. И на сегодняшний день от той первой волны партизанского сопротивления где-то осталось процентов 10. Очень быстро создали вторую волну. С тех жителей, которые проживают, прописаны на тех территориях оккупированных, были собраны новые ячейки, новые отряды, они прошли обучение. Много сообщений о покушениях пришло из Херсонской области, включая историю с Владимиром Сальдо, возглавляющим оккупационную областную администрацию. Он попал в больницу с загадочным диагнозом. Сальдо якобы отравили, хотя точных фактов нет до сих пор. Ранее совершались покушения на людей, работавших вместе с ним. В том числе и успешные. Так еще в марте расстреляли помощника Сальдо Дмитрия Слободчикова. Впрочем, не вполне ясно, какие покушения являются операциями украинских диверсантов, а какие случаи всего лишь постановки самих пророссийских служащих, совершенные ради пиара. Были случаи, когда иногда коллаборанты сами на себя покушения организовывали для того, чтобы выслужиться перед пророссийским начальством. Такое же покушение было инсценировано один раз самим Сальдо, когда якобы он ехал на работу, и на его пути была такая большая жестяная коробка от боекомплекта с торчащими из нее шнурами. С отравлением Сальдо, вы знаете, это уже второе отравление, первое отравление было в том же духе. Я думаю, это все-таки операция какая-то ФСБшная больше. Покушение на чиновников оккупационных администраций – немаловажный фактор в подготовке к так называемым референдумам о воссоединении с Россией. В Херсонской области проукраинские настроения в Херсонской области всегда были гораздо выше, чем в других областях на юге Украины. То есть даже если их сравнивать с югом Запорожской области и, соответственно, с Донецкой и Луганской областью, то всегда уровень поддержки проукраинских сил был намного выше. Поэтому вот я думаю, что и проведение референдума, который они там анонсировали и там три раза уже переносили оккупанты, все-таки будет в очередной раз перенесен. Во-первых, из-за того, что не могут подобрать коллаборационистскую вертикаль, раз настроения людей абсолютно противоположны к оккупанту и ненависти к тем предателям, которые на сегодняшний день соглашаются работать, она зашкаливает. Ну и, соответственно, партизанское движение охлаждает головы тех коллаборантов, которые даже только начинают подумывать идти работать с оккупантом. Не все эксперты согласны, что покушение на прокремлевских чиновников можно считать партизанской войной. Это не партизанское движение в том смысле, в каком обычно используется этот термин. Это действия неких групп разведывательных, диверсионных, как угодно, которые были либо инфильтрированы, как принято говорить, в политологической среде на оккупированные территории, либо оставлены там. Все это требует знаний, квалификации. И так просто вот группа любителей, если она соберется, пусть эта группа даже очень такая хорошо мотивированная, но если они не умеют вести партизанскую борьбу или террористическую, как угодно, потому что это все тут с точки зрения техники и тактики никакой разницы нет. Значит, они просто быстро провалятся. Должны работать профессионалы. Вот они и работают. В историях с покушениями на представителей оккупационных властей все еще много белых пятен и далеко не всегда понятно, кто их заказчики и исполнители. Но ясно одно. Сотрудничать с оккупационными силами на захваченных Россией территориях становится опаснее с каждым днем, а особенно накануне знаковых референдумов. Продолжение следует...